Приветствую вас. Я, наверное, остановлюсь сейчас на том, исключительно на том, что некоторые аспекты ну, ваши истории. Задрону. Вот. Ну, просто вот, чтобы вы немножечко отдавали себе отчет в том, что происходит. Вот. И я надеюсь, что вам это все-таки поможет немножко лучше разобраться в том, что происходит, в том числе с вами. Надеюсь, вы получите какие-то более полные представления о том, как и что в вашем случае нужно делать. Итак, первое. Это то, что вы с мужем друг другу не доверяете настолько, чтобы обсуждать сексуальные проблемы. Вы со своим мужем в сексе, то есть в постели не разговариваете, условно говоря. Вы не говорили ему с самого начала о том, как вам нравится, как вам хочется, как вам приятно и так далее. Вы говорите, что вот, у нас были эпизоды и были случаи, когда мне было хорошо и приятно, когда мне было здорово. Круто. Круто. А чтобы вам не зафиксировать этот момент, как бы, почему бы и вам не сосредоточиться на нем, на этом моменте. Понимаете? Какая штука. Но ведь это же, на мой взгляд, достаточно легко сделать. Просто сказать своему мужу о том, значит, что вам нужно, да, чего вы хотите, например, и так далее. Вот. Но ничего этого не происходит. Ничего этого не происходит. Вы никак об этом не говорите. И у меня, соответственно, возникает первый вопрос. Насколько вы доверяете себе, насколько вы доверяете своему мужу. Ну, в основном, конечно, в основном, конечно, себе. В основном, конечно, себе. Это очевидно. То есть вот именно о вас как бы идет речь. Вот. Это первый момент. И первая рекомендация. С мужем нужно откровенно обо всем говорить. Тут вам не обязательно говорить, что вы никогда не испытывали с ним оргазма, но... Направлять его и корректировать в постели вполне себе нужно. Дальше. Не очень понятно, зачем вы связались с мужчиной, если у вас не было страсти, была только симпатия. То есть такое впечатление, что вы, опять же, здесь свои чувства как бы подавляете, обесцениваете и скрываете. Вот. По поводу... Тогда здесь как бы вопрос ваших ценностей, вопрос отношения к вашим чувствам. Здесь вопрос, наверное, по модели женского поведения, по мужчине, который вы представляете рядом с собой. Вот. По тому, насколько вы себя принимаете, насколько вы принимаете свои чувства. Потому что это необходимо для того, чтобы любить здоровой любовью. Вот. То есть тут такой момент, когда вы затрагиваете его достаточно, ну, так, скользко. А по поводу, значит, кожного заболевания, которое вы описываете, я полагаю, что у вас здесь имеет место быть психосоматика как результат, как следствие, как следствие. Запрета на секс. Запрета на оргазм. Такой, который, как мне кажется, вы, значит, получили от своих родителей в детстве. Я, конечно, наверняка этого сказать не могу, но, опять же, по опыту, по своему опыту, да, я совершенно точно могу сказать, что вот такие... Кость-козные заболевания всегда являются психосоматическими, вот, и всегда являются следствием каких-то конфликтов и запретом. Вот. Поэтому здесь вам необходимо разобраться именно, значит, с этим аспектом. Далее. Вы пишите, мне стыдно, что вам стыдно там что-то сказать ему, вы зажимаетесь, когда он вас ласкает. Стыд – это непринятие себя. Стыд – это обвинение, грубо говоря. Стыд – это голоса родителей. Это нормы моральные. Это правила. Это нормы предписания. Это строгость по отношению к себе. Стыд – это означает внутреннее «так нельзя». То есть, вы себе как бы, вы себе как бы, говорите «так нельзя». По какой-то причине, по какой-то причине вы себе так говорите. Так нельзя. Соответственно, сами научиться вы говорить таким образом, ну, не могли. Это значит, скорее всего, вас кто-то научил. Ну, и совершенно очевидно, что научили вас кто? Ну, родители. Да? То есть, тут как бы всё очень просто. Тут всё вообще предельно, предельно просто. Тут всё предельно понятно, на мой взгляд. Значит, с чувством стыда нужно также работать. От среда необходимо освободиться. Вот. От среда необходимо освободиться. Я понимаю, я понимаю, что это процесс. Это был процесс. Я отдаю себе в этом отсчёт, в том, что это процесс. Но это, вот, по факту, да, это вообще ничего не значит. Потому что, даже если это процесс, то всё равно с этим, ну, нужно работать. Вот. Ещё раз. Ещё раз. Чтобы вы поняли. Стыдь. Стыдь. Это история, связанная с вами. Это история, связанная с тем, как вы, значит, себя чувствуете. Это история, связанная с тем, как вы к себе относитесь. Это история ваших внутренних запретов и предписаний. Далее. Что-то касается ваших фантазий и того, что вы можете поставить сам себе удовольствие, то вариантов у этого, конечно, очень много. Почему такая история вообще может быть. Вот. На мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд, по крайней мере, очень много есть таких вот вариантов. Вот. И я думаю только то, что наиболее такой подходящий вариант к этому, это то, что вам нравится, когда, ну, вам нравится и грубость. Вам нравится и грубость, вам нравится более активное такое проявление, ну, мужского желания. Возможно, ваш мужчина слишком рафинирован, слишком тассивен, слишком, как бы, мягок, вот. Слишком, эм, ну, чуток, может быть, и так далее. Вот вам это нравится, как женщина, да, потому что вы считаете, что, ну, это, типа, эм, типа, это, эм, правильно. Так должно быть, на самом, ну, вы, вы, вот, так, эм, там, к примеру, можете, допустим, считать, да. Но, вот, эм, ну, как бы, в действительности, да, в действительности, эм, эм, вам хочется другого. И вот того, что вам хочется, как раз таки, вы себе запрещаете то, что вам хочется, к сожалению. Аминь. Вот. А, так мне видится, по крайней мере, вот эта вот история, так мне видится, эм, данный аспект. То есть, ваши родители, они, скорее всего, эм, были, ну, знаете, я не хочу, эм, сейчас, как-то гадать, конечно, это не очень здорово, но, эм, мне кажется, что ваши родители, они были такими, такими, знаете, слишком, эм, слишком, ну, спокойными, слишком предсказуемыми. Вот. Вот вам не хватало от них, сейчас, внимания. Вот. Вам не хватало от них, как, каких-то эмоций, вам не хватало от них эмоциональности, возможности. Искренности. Вот. И для вас искренность, это, э, вот по факту, такое вот проявление, да, то есть удары, там, и прочее, прочее, прочее. А вот. Может быть, вы серьезно считали, там, верили, полагали, что, э, э, ну, например, что вы, не знаю, в чем-то, в чем-то виноваты, может быть, или что-то еще. То есть нужно, опять же, разбираться, как правильно сказал мой коллега, в том, что представляет из себя, вообще, отношения с родителями, потому что я уверен, что, э, сами вы каких-то моментов просто-напросто не замечаете. А это очень важная история, и без этого вам помочь нельзя. Вот. Ну, и в целом, в целом, я полагаю, что, э, когда будет, вот, понятно, что и как, когда будет, э, ну, когда будут разобраны все эти моменты, тогда уже можно будет, в принципе, э, э, значит, дать вам какие-то рекомендации, нужно будет поработать с вашим освобождением, вот, э, менять, вам необходимо менять, э, свое сексуальное поведение, совершенно однозначно. Вот. И, собственно, избавляться от стыда, и вот тогда, я полагаю, все у вас нормализуется. Вот. Э, хочется отдельно заострить внимание на значение для вас секса, то есть, как бы, вот вы говорите, что секс, это, э, там, чуть-чуть, чуть-чуть не основа, да, для семейной жизни, ну, это, как бы, вопрос такой, достаточно спорный, достаточно спорный вопрос. У всех людей свои, как бы, цены, да, и, ну, вот, вы, допустим, вы, вы принимаете секс именно так, он вам видится именно так. Ну, а, можно же, по-другому, можно, можно же, по-другому, и его, вот, понимать, видеть, чувствовать. Так что, на этот момент тоже нужно обратить ваше внимание, ну, как мне сказали. Вот. Примерно так можно ответить на ваш вопрос. А, как правильно сказал мой коллега, всякие вопросы сразу, сразу не решаются. То есть, это, все-таки, такой процесс, все-таки, работа с вами, какая-то, ну, индивидуальная работа с вами. Вот. Ну, выбирайте себе психолога, начинайте работать. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, буду рад поночь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. покинственный sour talk, жилочки и стиликтов, за.* к пот prolongsuch durante 100% вечерñas газы и подвески для судов. Так может показать малыш. И так, во всём, потому что, посмотрите, усилив advised,